Нужно ли пересматривать Конституцию России? Хорошо ли знают граждане нормы основного закона государства? Такими вопросами задались участники заседания парламентского пресс-клуба Законодательного собрания области. Поводом к дискуссии стал важный праздник 20-летия Конституции страны. Мнение участников выслушал Андрей Дозорцев. Заседание пресс-клуба прошло в формате круглого стола. Каждый из участников мог представить свой взгляд на прошлое и настоящее Конституции России. Тон дискуссии задали результаты некоторых социологических опросов. Один из них в преддверии 20-летия основного закона провела партия «Единая Россия». Мы провели количественный опрос на территории Кировской области. Этот опрос не проводился в городе Кирове. Было опрошено порядка 5000 человек. Участниками опроса стали жители около 300 муниципальных образований региона. Им задали всего два вопроса. Первый из них – знаете ли вы, какой праздник 12 декабря отмечается в России? Ответы респондентов распределили следующим образом. 5% граждан назвали день независимости страны, 1% – день флага. Еще 17% затруднились дать ответ. Большинство, 77% граждан, правильно назвали праздник. В принципе, цифра большая достаточно. То есть люди знают, какой праздник. Хороший. Второй вопрос, который задавали респондентам – читали ли вы Конституцию России. 36% ответили, что приходилось. Четверть граждан даже руководствуется ей в жизни. А вот около 40% либо затруднились дать ответ, либо не читали Конституцию. Такие данные беспокоят и научное сообщество, и законотворцев. На заседании пресс-клуба участники озвучили возможный вариант решения проблемы, как напомнить людям о важности Конституции страны. Была глубокая ошибка, когда выходной день праздник Конституции перенесли куда-то на празднование, там, к Рождеству или, я не знаю, каким новогодним каникулам. Вот 5 декабря, та, Сталинская Конституция, это был всенародный праздник. На заседании пресс-клуба участников волновал еще один вопрос. Необходимо ли сегодня пересматривать Конституцию страны? Единой точки зрения на этот счет в обществе пока не существует. Некоторые участники «Круглого стола» выразили мнение, что Конституция не в полной мере соответствует ожиданиям людей, а значит, изменения нужны. Конституция нуждается в капитальной переработке с целью приведения ее в соответствие. Требуется серьезное изучение. И чтобы этот народ принял ее таким образом, когда он под каждым словом подписался в преамблю. Мы многонациональный народ. Есть определенные моменты, когда у людей возникают сомнения, работает Конституция или нет. Понимаете, потому что фактически конкретным итоговым мерилом должен стать уровень удовлетворенности к качествам жизни человека. Другие участники дискуссии отметили постоянство текста Конституции как ее достоинства. Несмотря на смену руководства государства, основной закон страны не переписывался, как это часто происходит в мировой истории. Еще один волнующий вопрос – нужна ли разработка новой Конституции? Такие полномочия даны Конституционному собранию, но закон о нем пока не принят. Для того, чтобы не будоражить общество, писать Конституцию или не писать, нам необходимо все-таки хотя бы для начала принять федеральный конституционный закон о Конституционном собрании. А уж дальше будет решать народ. И народовластье будет истинным. Дискуссий вокруг Конституции страны в обществе немало. Тем не менее, эксперты сходятся в одном – текст основного закона государства должен знать каждый гражданин, так как это фундамент правотворчества страны. Андрей Дозурцев, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.